Девчонки и мальчишки Да-да, дядюшка Бух тоже в отпуске, греет бока на солнышке А все волшебные полномочия переданы мне, мини-буху А у вас какие планы на лето? Кто куда? Я в деревню, я на море, а я в лагерь Ну на море лучше? Нет, ну на море лучше, там можно в лесах Хватит вас! Сейчас разберемся, только по порядку Начнем, пожалуй, с деревни Ба-бух-плюх-ватух! Девчонки и мальчишки Внучка, что ж ты режишь-то целыми днями? Так ведь учебный год только закончился Сил нет Ты бы прогулялась на улице Капусту полила на свежем воздухе Ой, бабуля, ноги не ходят Ты не представляешь, что от нас в физкультуре требуют? Такие нагрузки! Иногда не знаешь, доживешь ли до конца урока Ужас-то какой! Ну давай я тебе сюда семена принесу разбирать Это и лежа получится Бабушка, посмотри, все руки больные Вот мозоль, вот рана Знаешь, сколько нас писать заставляют? Не поверишь, по вечерам ложку держать сил нет Так ведь и голод и смертью погибнуть можно Ой, что же это за мучение? Ну может тогда найдешь мне в своем интернете календарь посадки? Прочитаешь, что когда сажать надо? Бабушка, я так столько прочла И глаза уже почти ничего не видят Стоп! Извините, что вмешиваюсь? Но так нельзя Бабуля, построживать надо А то так и лентяйку вырастить можно Ну уж нет Из отца твоего человека сделали И из тебя сделаем А ну взяла мотыгу в руки Бегом в угород картошку окучивать Пока и деда с армейским ремнем не позвала Вот у Иванычек, соседа нашего Внука уже давно коров пасет в поле А мы никак с семенами разобраться не можем Спокойно, спокойно, я все сделаю Эх, надо было на море с родителями ехать И такое бывает, но не со всеми Есть среди нас и очень работящие ребята Ба-бух-плюх-вот Кто хотел посмотреть на работающих ребят? Мы прибыли Привет, вы наверное любите маме помогать? Мамам все должны любить помогать А мы ходим на работу и получаем за это зарплату Ничего себе! И где вы работаете? Каждое лето я работаю на ферме В Янтиковском районе Я пастух С утра просыпаюсь Выгоняю коров Коровы кушают на лугу траву Наступает вечер И я помогаю своим братьям Загонять их в стоило А сколько коров у вас в стаде? Коров очень много Я их даже не смог сосчитать А какая у тебя зарплата хорошая? За две недели зарплата хорошая Три тысячи Я тратю эту всю зарплату На школьные принадлежности Молоко, которое дают наши коровы Могут пить все люди Чебоксар и Новочебоксарска Так как в молоко разводятся вот такие молокоматы Я также помогаю заправлять молокоматы молоком Хотите попробовать? Конечно! Чтобы налить молоко Надо поставить бутылку вот сюда И налить один литр Нужно 35 рублей Вот возьми, попробуй Очень вкусно Здорово! Только я одного понять не могу Как ты в 7 лет устроился на работу? Очень просто У меня родные дяди и тети главные на этой ферме Они мне и платят эту зарплату Ну а я прошлым летом работала на агрегатном заводе города Чебоксары Мы подстригали кусты вместе с другими ребятами Я обратилась в центр занятости И мне предложили всего лишь одну вакансию Одну специальность Это озеленитель хозяйства на заводе И я решила туда устроиться Работала всего лишь 2,5 часа А по пятницам 2 И за месяц получила 5000 рублей Взрослые часто устают на работе А тебе тяжело было? Да, знаешь, порой приходилось нелегко Потому что нам выдавали большие ножницы для кустов И они были достаточно тяжелыми Подрезать кусты нужно было каждый день Потому что они быстро вырастают Делали мы это так Вот смотрите Эта веточка наполовину сухая А наполовину дала новые отростки Их как раз таки мы обрезали Делали поверхность ровной А вы не знаете, кем еще могут работать дети? Подростки могут раздавать листовки Продавать мороженое или квас А вообще лучше обратиться в центр занятости Там все подробно разъяснят По трудовому законодательству Подростки принимаются на работу В возрасте 14 лет Им устанавливается сокращенная продолжительность Рабочего времени От 14 до 16 лет Подростки работать могут не более 24 часов в неделю Это, как правило, 5-часовой рабочий день От 16 до 18 лет Это 35 часов в неделю Не более 7 часов в день Кем же могут работать ребята в летний период? Это может быть работа, связанная с благоустройством Озеленением и уборкой территории Какие-то подсобные виды работ на производстве Это упаковка, складирование готовой продукции Также они могут работать в образовательных учреждениях Помощниками вожатых Могут работать помощниками воспитателей Выполнять влажную уборку помещения Также может быть курьерская работа Этим летом мы планируем трудоустроить Около 2 тысяч подростков Поэтому всех приглашаем в центр занятости Улица Водопроводная, дом 16А 307 кабинет вместе с родителями А мы сегодня выясняем, где лучше проводить каникулы Говорят, что на море Сейчас и проверим Бам, бух, плюх, ватру Мам, пап, можно мне позагорать? Ты что, сынок, обгоришь? А хотя бы панамку снять можно? Сыночек, нельзя Солнечный удар будет Потерпи, мой зайчик Лучше почитай, какая у нас там следующая книжка Да что ты с ним сисюкаешь? Сын, приехали отдыхать, вот и отдыхай Сиди себе и читай Нечего маме, нервы портить Мы деньги не за то платили Чтобы ты в номере с температурой валялся Куда? В море Ну можно мне, пожалуйста, искупаться? Сегодня вода холодная 29 градусов, простудишься И волнение от вабала Мы не для того деньги платили Чтобы ты на корм рыбам пошел Чурчхела, кукуруза, персики Мама, папа, давайте фрукты купим Сынок, нельзя Аллергия ведь будет Мы не за то деньги платили Чтобы потом с отравлением Обещали море, загар, фрукты И на танцы пускать Но, сынок, танцы же поздно В семь вечера Ты в это время уже спишь Да, а то собьешь сон и будешь нервным А мы не за то деньги платили Чтобы с моря неврастейника привезти То нельзя Это нельзя Давай хочу в Чебоксары Футбол играть Перегрелся, бедненький Быстрее, где ты там? Он меня укусил Сейчас я всем помогу Поплю, поплю Здравствуйте Меня зовут Валера А вы, я вижу, крутой футболист Не совсем так Я тренер школы футбольного мастерства Апстрим И я занимаюсь футбольным фристайлом А это отдельный вид спорта? Да Он заключается в выполнении разных трюков Используемый футбольный мяч Он появился после видео Суфиана Тузани Которым он показывал Различные трюки с футбольным мячом И он залил это видео в интернет И со всего мира Разные люди пытались повторить его трюки И постепенно все это развивалось Сейчас проводятся разные соревнования по всему миру А у этих трюков есть название? Да, конечно В основном в футбольном фристайле Первые трюки называются в честь того, кто первый сделал этот трюк Ну, я тебе сейчас покажу Это был Латов Леменс Раунд За Ворлд И второй трюк Это Татов Тузани Раунд За Ворлд Он первый сделал этот трюк А можете научить меня какому-нибудь простенькому трюку? Конечно, без проблем Давай попробуем В футбольном фристайле есть самое базовое упражнение Это набивание мяча Смотри, как оно выглядит Так, держи мяч Сейчас будешь повторять за мной Смотри Есть несколько секретов, которые помогут тебе научиться быстро набивать мяч И много набивать мяч Смотри Нужно набивать часть вот этой частью стопы Видишь, да? Подземном стопы Попробуй Прям мяч привожи Да, отлично То есть не надо набивать внутренней или внешней стороной стопы Ни в коем случае Второе Набиваешь мяч подъемом стопы То есть когда мяч касается ноги Ты стопы немного вверх поднимаешь Пробуем, да, вверх Так Угу Третье Смотри, уже как раз делаю эту ошибку Не надо поднимать высоко колено и бедро То есть нужно чуть-чуть приподнять И сделать движение вверх Смотри, сейчас первое упражнение Держишь мяч в руках Отпускаешь его И пытаешься один раз подбить и поймать в руки Смотри Попробуй Нет, не спеши Отлично, сейчас правый Добрый Следующий трюк называется удержание мяча на шее Посмотри, как он выглядит Он довольно-таки простой, поэтому я думаю, ты быстро его выучишь Шаг первый Ты должен широко поставить ноги Шире своих плеч Хорошо, отлично Второй Немного согни ноги в коленях Они должны у тебя амортизировать Хорошо, отлично Третий Держи спину прямо и отведи лопатки назад Отлично, смотри Сейчас в таком положении Согни свое туловище вниз Вот так И смотри вперед Хорошо, сейчас поставь мяч на шею Надо будет держать мяч на шее Затем, смотри В коленях ноги сгибаем И вместе с этим голову отпускаем вниз И потом резко выталкиваем мяч вверх Смотри Да, это не так уж сложно Не двинь, не бойся Давай Так, правильно, правильно Так, вот, голову вверх Не спеши, не спеши Подожди, голову вверх Нет, 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 не стоит мяч Голову вверх Вот, отлично Да уж, сразу не получается У меня тут появился вопрос А над российскими футболистами Все подшучивают то, что они играть не умеют А как у нас дела обстоятся с фристайлом? Россия является одним из лидеров Футбольного фристайла во всем мире В каждой дисциплине у нас есть сильнейшие Футбольные фристайлеры Которые ежегодно показывают Свой сильнейший уровень на чемпионатах мира Такие, как Антон Павлинов, Анатолий Янчев Арсений Клементьев и многие другие А с какого возраста лучше заниматься? Футбольным фристайлом можно заниматься с любого возраста У нас дети занимаются и с 7 лет Главное, чтобы было желание И все получится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, продолжим фантазировать И отправимся на каникулы в агенте? Баб, буф, плюх, плюх, плюх ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочки, за мной! Раз, два, есть хотим! Три, четыре, всё съедим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не съедим, опять запеканка Приятного аппетита Лиза, проснись, как ты можешь что-то есть? Ой, ужас какой, чуть не съела Вот так, да по ночам зубной пастой бегать Девочки, кушайте, в конце смены будет взвешивание Вы все должны дать прибавку Еще страшнее стало А может Петрову наши порции подкинуть? Ему все равно, что есть Он даже молочные щи уплетает Бе-е-е-е Девочки, а чего это вы ничего не жуете? Жуем Лиза, к тебе же мама вчера приезжала Поделись конфеткой Ну я и хотела приберечь на день морковных котлет Но так уже будет Представляете, девочки, сегодня к нам в лагерь приехало телевидение Нас все покажут по телевизору Вот молодцы А теперь все вместе Три-четыре Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нас Какие талантливые и дружные ребята у меня в отряде Вот об этом и поговорим Бах-бух-плюх-вашу Говорят, что талантлив каждый ребенок Кто-то красиво поет, а кто-то вышивает А вот Саша Максимова заняла первое место на конкурсе Мини-мисс Чувашия А потом стала первой вице-мисс на конкурсе в Москве Расскажи, как ты попала на такой крутой конкурс? Я с трех лет ходила в модельное агентство Я очень долго трудилась и старалась Какие испытания ждали тебя на конкурсе? Сначала я рассказывала о себе А потом показывала чувашский костюм Еще я показывала золотую коллекцию На мне было платье из чистого золота А больше всего мне понравилось Показывать коллекцию известного дизайнера Кристины Кибовской Только ли красивой должна быть победительница конкурса красоты? Она должна быть умной, задорной, веселой и дружелюбной А можешь и меня тоже научить красиво ходить по сцене? Да Надо поставить ноги в первую позицию Вот так вот? Да Руки на пояс Вот так? Да Голову прямо и улыбаться А дальше надо идти по одной линии Маша, смотри какая у меня есть корона красивая Ух ты! В первый раз такие красивые вижу Эта корона – самое главное Представляешь, скоро я поеду на конкурс Мини-мисс Вселенная в Грузию И я сейчас готовлюсь к этому конкурсу Саша, мы желаем тебе успехов и новых побед А даже если у тебя будет сто тысяч корон Чтобы ты оставалась такой же милой и доброй девочкой Спасибо, Маша Можно еще долго фантазировать Как и где лучше проводить каникулы За три месяца можно многое успеть И книг начитаться, и накупаться И бабушке помочь, и фруктах налопаться Растущему организму без них никак А еще не забывайте включать национальное телевидение Чуваши И заглядывать в гости к дядочке Буху Или к Мини-Буху Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»